Такие адресные поздравления в канун праздников в Анапе уже стали доброй традицией. Продуктовый набор, косметические принадлежности и сладости – небольшие, но такие важные для этих людей подарки, ведь они очень нуждаются в заботе и внимании. Пусть страна знает, как вас настоящий героинь, пусть век ваш будет долгим, мирным и счастливым. Тамару Андреевну Великая Отечественная война застала в Московской области. Тогда не было выбора, все от мала до велика встали на оборону столицы. Я в госпитале работала, в операционной, месяц нас обучали, с сестричкой я работала, перевязочной, в операционной. Ну вот работала, пока война закончилась. Еще один ветеран Великой Отечественной войны – Зинаида Павловна Каминская. Сейчас ей 95 лет. Служила на одном из самых сложных фронтов того времени. В ее задачу входил контроль за солдатскими письмами, ведь вражеские шпионы находились повсюду. Это была военная цензура. Проверяли всех бойцов. Всех бойцов проверяли. Вот такие были мешочки с письмами. Мы вытаскивали эти письма. Читали, но не штамповали. У нас еще были такие, которые проверяли. Главные проверяли нас. Когда она возьмет письма мои, прочитает, если нет там ничего такого важного, тогда она мне разрешает заштамповать. Такие разные, но с одинаково сложными судьбами, эти женщины вызывают уважение и восхищение. В этот раз социальные работники навестили 8 героических анапчанок. И подобные акции добрых дел проводятся не только в преддверии праздников. Мы их навещаем неоднократно в течение года, оказываем различную виду помощь, если им это необходимо. Но наши все женщины, язык не поворачивается назвать их бабушками, милые, красивые, активные, позитивные. Поэтому мы с удовольствием всегда выполняем вот эту работу, если это можно назвать работу. Это, конечно, не работа, а удовольствие. Потому что от них мы получаем такой заряд позитивной энергии, что где удаешься. Сейчас в городе и сельских округах проживают 82 участника Великой Отечественной войны. Каждому из них старается уделить внимание. Впереди еще один весомый повод выразить им благодарность и добрые пожелания. Анапа уже начала готовиться к 9 мая и Дню Великой Победы. Руслан Душевский. Анапа. Регион.